Уважаем пассажиры, вагон идет без кондуктора. Слата за проезд производится водителю при выходе. Выход в первые двери. Елена Ватикова водитель со стажем, а вот кондуктором работать не приходилось до этого момента. Говорит, предложили совместить за процент от выручки. Приспособилась довольно быстро. Я бы не сказала, что совсем трудно. Просто надо считать, что во время движения получается мелочь. Подготавливать ее. Но в основном нормально. Совмещают водители по три часа в день, вечером, когда людей в салонах не так много. Правда, на остановках трамваям приходится на пару минут задерживаться. В Горэлектротрансе говорят, перевести часть водителей на совмещенку – мера вынужденная. Штат кондукторов в последние месяцы резко сократился на 44%. Уверяют, причина исключительно в пандемии. Раньше была текучка. Люди уходили, но приходили. Сейчас в зимний период идет только отток кондукторского состава. Непосредственно людей, кто работает на линии с пассажирами. У кого есть риск заразиться. Люди говорят, что им лучше пересидеть этот период дома. Сколько таких спецвагонов выпускать на линию? Два, как накануне, или шесть, как сегодня? Решения принимаются в ежедневном режиме. По крайней мере, так нам рассказала представитель предприятия. Все зависит от сложившейся ситуации. Если кондукторы увольняются или уходят на больничный, большему числу водителей приходится выполнять их функции. По словам Олеси Черских, самих трамваев меньше не стало. И это уже хорошо. Ведь иначе горожанам пришлось бы стоять на остановках не по 5-10 минут, а по полчаса и дольше. Впрочем, сами пассажиры относятся к нововведению по-разному. Вы знаете, неудобства я не вижу. Только единственное неудобство – это водителю, что ей приходится отвлекаться на пассажиров. А так вполне нормально. В других городах же так же делаются. По времени дольше, разумеется. Но я думаю, самой девочке, наверное, не очень удобно. Во-первых, ей холодно 100%. Мне сдается. Удобнее было с кондуктором. То есть подошел, оплатил, потом вышел через любую дверь, чем вот так через переднюю выходить. Ну, а так... Ну, я только второй раз так езжу, поэтому это может быть привыкно. А некоторые всерьез опасаются, что привыкнут, причем на предприятии тоже. И в перспективе таких вагонов без кондукторов станет еще больше. Женщины такие немолодые, 50 лет и плюс, работали. Были социально защищены. Сейчас все будут сокращены. Нельзя этого допустить. Пусть дальше работают. Трудятся. Говорят, наоборот. Потому что мало кто идет. Ну, надо повышать зарплату и все, чтобы они работали. С зарплатой, правда, все непросто. Как нам объяснили в Горэлектротрансе, в пандемию сильно сократился пассажиропоток. А с ним и выручка. Надеются, что ближе к лету пассажиров станет больше. К тому же пожилые кондукторы выйдут с самоизоляции. А пока Елена Ватякова продолжает совершенствовать умение быстро готовить мелочь для сдачи, не отвлекаясь от дороги. Илья Кочетков, Дмитрий Денисов. День с толком.